ЗОМБОЯЩИК Хоть бы слово о человеке сказали, а знаете почему не сказали? А потому что не знают наши соотечественники того Быковского, никогда не слышали о нём, а вот Началова, да. Началова для нас звезда, хотя как по мне, так это деградация общества называется. Начинаем! Продолжение следует... Можете и собственный создать. Завоюй трон и управляй своим королевством, городами, армиями. Обменивайся ресурсами с соратниками и захватывай новые крепости. Тренируй войска, вооружай героя и готовь его к новым испытаниям. Игра абсолютно бесплатная, тут и откладывать нечего. Регистрируйся по моей ссылке в описании, получай крутой бонус 200 золотых монет. Начни игру с преимуществом. Ну а так как игра браузерная, можно полностью насладиться графикой на большом экране. Игра простая, понятная, стоящая, переходи по ссылке, она внизу. Излично. Вот помню в школе у нас в столовой висел плакат с надписью «Тот, кто пьет томатный сок, будет встроен и высок». Так выглядела советская пропаганда здорового образа жизни, а на мидне копаюсь в интернете. Прилетела ссыль на какую-то рекламную статью «Лечитесь с помощью уринотерапии». Да, о, времена, о, нравы. Сказал бы классик, справедливости ради, замечу, что пока что искал я в Рунете одно лекарство и в строке поиска системы забил такое-то лекарство, недорого, но вот система мне и прислала недорогое решение вопроса. «Но врачи были, куда они делись?» «Так они уезжают». «Почему?» «Потому что, потому что здесь вот такая среда общественная, потому что выступления вот такие идут, что у нас все плохо. И вот они посмотрели и сказали, все, мы поехали. У нас только за 13-15 год уехало 600 врачей и полторы тысячи сестер. И самое главное, мы сейчас в 18-м году, в 17-м году мы остановили, в 18-м году у нас сейчас идет минусовой, минусовой, у нас минус 28 врачей». Хотя, господа, отчего удивляться, у нас здравоохранение стремительно скатывается в каменный век. Больницы, поликлиники, фельдшерские пункты закрываются пачками. Только я не один раз рассказывал у себя в программе, как где-то ликвидировали очередное учреждение здравоохранения. «Люди вынуждены ездить за медпомощью за десятки километров, вот, пожалуйста, за Байкалье». Сидит министр и рассказывает, у нас не хватает пары десятков врачей, поэтому решение только такое, закрыть клинику. А почему специалисты-то уезжают? Правильно, потому что зарплаты копеечные. Ну так я подскажу этому чиновнику, как решить проблему. А вы сократите чиновничий аппарат у себя в ведомстве, тут же деньги найдутся, а то странно получается. На доктора изыскать 30 тысяч не можем, а миллион на 15 секретарш запросто, и еще 10 на 18 заместителей того министра. Учителям советуют идти в бизнес, врачам, видимо, наемниками на Донбасс придется ехать. Федеральным чиновникам смешно, что кто-то покупает квартиры по 20 квадратных метров и работает по призванию. Вот те, кто у власти, точно работают не по призванию, либо имеют призвание коррупции. Хотя я вот тут подумал и совершенно согласен с предыдущим оратором, о каком развитии здравоохранения в нашей стране можно говорить, если последние 20 лет Минздравом командовали коммерсанты. Помните пресловутого Зурабова? Да-да, тот самый, который законом о монетизации льгот прославился. Забрал льготы у граждан, дал им взамен 350. Ой, а что в медицине натворил? И поехал послом в Украину. Голикова затем отраслью рулила, мадам Орбидол ее еще люди окрестили. Знаете почему? А потому что эта леди начала тоннами закупать одноименный препарат, эффективность которого не доказана по сей день. Идя по сей день завалила все склады тем Орбидолом. Ну и конечно денежку на этом нехилую наверняка подняла. При ней отечественная медицина окончательно превратилась в здравоохранение. И вот Голикова снова в правительстве и снова курирует наше здоровье. Сейчас проталкивает программу о переходе на платные рельсы. Причем смотрите какая штука получается. У нас ведь и так лечение давно не бесплатное, как многие думают. Медицина у нас страховая, то есть вы и так за нее платите. Есть же у каждого полис. А вот со своей зарплаты вы ежемесячно и отстегиваете в фонд ОМС. А затем через этот фонд оплачиваются услуги больные из поликлиник. Но ребяткам оттуда уже не хватает. Поэтому ждем новых прорывов, точнее поборов. Это реальная журналистика. Как всегда о прекрасном сегодня. Поехали. А эта история прилетела из моей родной Свердловской области, где в конце марта в партии, за которую я обычно голосую, случился раскол. Речь о местном обкоме КПРФ, в котором практически войнушка началась. Молодежное крыло регионального отделения партии, или комсомольцы, как они сами себя называют, выступили против руководства региональной ячейки. А вот так это было. Те, кто следят за моей деятельностью, знают, что я поддерживаю данную партию. Не сказать, что прям с фанатизмом, но поддерживаю. Из всех парламентских партий коммунисты мне больше импонируют. В смысле, больше остальных. Тем более, вряд ли совсем оголтелую оппозицию допустят до участия в любых выборах. Так вот. Конечно же, я заинтересовался произошедшим и попытался разобраться, что там на самом деле произошло. И вы знаете, когда докопался до сути, стало обидно. Оказывается, что нечистые на руку политики есть не только в ЕР, но давайте к сути. Обвиняют руководителя Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, его же товарищи, причем обвиняют. Ни много, ни мало в растратах и хищениях денег из партийной кассы лидер уральских комсомольцев Андрей Пирожков. Пожалуйста. Что за деньги, о каких суммах речь? Насчет конкретных сумм тут лучше у Саши Ивачева спрашивать, и у Вики, и у жены. А что касается общего представления, ну, мы только про вершину айсберга можем говорить. Это и квартира на машины Тря. Прям, кстати, там, где и областное отделение партии находится. Очень удобно. Спустился, позавтракал и спустился чуть ли не в халате, сразу на работу. Это машина Вольво около трех миллионов стоит, и квартира трехкомнатная. Более того, когда в 16-м году... А Ивачев, я правильно понимаю, он больше ничем не занимается. Конечно, конечно. Как партийная личность. А ни бизнеса, ничего. Никакого бизнеса. Партия его бизнес. Но и тут я не совсем поверил, и, конечно же, решил связаться с тем самым Ивачевым, дабы услышать его версию из первых уст, так сказать, и, мягко говоря, разочаровался еще больше. Вот он ходил к вам, я знаю, заплатил 8 тысяч за ИСС. Ну и ладно, эта тема больше никому не интересна, кроме как вам за деньги. А я... Стоп, стоп, стоп. Вы только что обвинили в меня в том, что я с вас взял деньги, 80 тысяч за эфир с человека. Вы только что сказали, что я взял деньги. У меня есть такая информация. Откуда эта информация? Тогда я тем более приглашаю вас в эфир, и я хочу, чтобы вы показали какие-то доказательства. Я не хочу, я вам по телефону говорю то, что я слышал. Я, кстати, давно обратил внимание, вот на какой нюанс. Все без исключения лжецы, когда им нечего сказать и нечего противопоставить, начинают петь одну и ту же песню, сколько вам заплатили. И тут прям их единственный аргумент, хотя чисто логически давайте порассуждаем, а какой смысл кому-то мне платить за пиаровскую программу сейчас? Зачем? В Свердловской области все выборы прошли. Всех, кого хотели, выбрали. Губернатора, мэра, депутатов всех уровней. Ближайшая избирательная кампания в 21-м году. Нахрена кому-то платить мне деньги сейчас? Это бесполезная инвестиция. Но, повторюсь, у обманщиков свои представления. В действительности они, видимо, думают, раз они продают себя, любимых направо и налево, то и все остальные так же поступают. Ну что, поздравляю вас, Александр, а вы, впрочем, я вам об этом по телефону сказал. Ну и чтобы не на грустной ноте, а Госдума Миштем приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение внимания иностранных газет и журналов без специального разрешения. Слушайте, это дурной сон какой-то. Может, книги уже начнем сжигать, как в Третьем Рейхе, имеется в виду книги иностранных авторов. Джани Радари, вот чем не экстремистская литература, я сейчас о Чиполине. Капитал Маркса туда же под запрет. У Гарри Каспарова есть несколько книг, они, правда, в основном о шахматах. Но какая разница, гроссмейстера-то нынче во враги записали. Я не могу дальше этот бред рассказывать, ну, правда, это синдром сумасшествия какой-то. Когда все эти люди появились, это я о российских слугах народа, из какого дома печали их выпустили, да еще всех разом, ладно. Закругляться пора, это была реальная журналистика сегодня. Вот так, на моей страничке в Ютьюбе. Ссылка сверху больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.